В каком состоянии команда подходит, удалось ли, насколько высоко вы оцените сборы, что получилось у команды и вообще в каком настроении? Настроение хорошее, боевое. Сборы, на наш взгляд, мы провели плодотворно. Первая вещь, которую мы преследовали, основной не получить серьезных травм. Дальше провести подготовку, чтобы подойти в хорошем состоянии к этим играм. Я думаю, что у нас это все получилось за исключением травм, но немышленно, что у нас до этого было очень много, и у нас игроки не выбыли на долгий срок. Поэтому состояние боевое, скажем так, оцениваем состояние физическое как хорошее. Но понятно, что мы играли только товарищеские игры, это у нас первая игра в этом году официальная. Но это большого волнения не испытываем. На наш взгляд, команда хорошо готова. Игорь Михайлович, вопрос по поводу отмены матча с Рубином. Не минус ли для команды, для вас, для каких-то там решений, что с большой командой, по сути, не сыграли контрольную встречу? В Марбелии это третий дивизион. Не думаю, что большая проблема. Конечно, нам было бы лучше сыграть с командой уровня выше. Но раз так сложилось, ничего страшного в этом не видим. Так как мы смотрели на себя, требовали от ребят сыграть в полную, неважно, какой соперник будет. То есть у нас получилось больше, мы потренировали, скажем так, атаку, что для нас тоже полезно. Потому что в первых играх, скажем, основной состав в первых таймах, первых трех игр не забил ни одного мяча. Поэтому потренировали больше атаку, чем оборону, скажем так, что для нас, в принципе, неплохо было. Игорь Михайлович, вы упомянули о том, что есть небольшие повреждения у игроков. Вот на кого конкретно мы вообще не можем рассчитывать в ближайшем матче? Петров у нас еще не в общей группе, он отдельно работает. Мамаев уже работает в группе с ограничениями, правда, пока Жо уже тренируется в полную с командой. Ну, Измайлов у нас отсутствует, вот там у него проблемы, но она не мышечная, не то, что он получил на этих сборах. Это хроническая, это у него колено, которое его тревожит, ну, периодически тревожит его. Вот остальные, ну, Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но тоже ничего страшного нет. Вот, поэтому травм серьезных, ну, Перейра пропускал, но сейчас в общей группе, завтра будет на лавке, в принципе, может выйти на поле. Наверное, все. Вот, по народу, поэтому у нас даже люди восстановились. Ну, вот Марат выбыл. Насколько вы изучили Фенербахче, вообще, что можете сказать о команде, какой, на ваш взгляд, она исповедует футбол, ну, и в целом, вот, кого стоит опасаться? По традиции мы внимание не заостряем игроков, вот, хотя знаем, какие игроки, что они делают на поле. Мы выделяем только, если что-то есть неординарное, на что можно обратить внимание и что игрокам поможет. Вот, команду изучили, посмотрели три последние игры, их команда очень крепкая, очень плотно играет в обороне и в центре поля. Иногда прессингует очень грамотно на чужой половине, быстро уходит в контратаки. Команда сильная, вот, но три игры на выезде они играли, то есть у них они сейчас попали в такой режим через два на третий, у них через три на четвертый, поэтому здесь у нас какие-то плюсы есть, ну, минус, скажем, у нас, вот, что мы первую игру играем официальную, у них может быть минус, что если ротации такой серьезной нет, то тоже игрокам, наверное, будет непросто, поэтому я, как бы, мы спокойно в этом плане, что у них какое-то большое преимущество в том, что они на ходу, а мы играем первую официальную игру. Игорь Михайлович, в связи с дисквалификацией Гранд Квеста, в каком формате будет выглядеть оборона Краснодара, насколько легко произвести эту замену? Ну, пока спасибо. Ну, Андреас, капитан наш, понятный игрок основного состава, он пропускает завтрашнюю игру, но замена у нас, у нас есть центральный защитник, который могут его достойно заменить, и на наш взгляд, это пара, которая завтра будет играть готова, хорошо. Вопрос к новичку, Рамиресу. Вы приехали в Россию, собственно, вот первая игра проходит в таких непростых погодных условиях, буквально накануне выпал снег, и непонятно, завтра будет тепло, холодно, будут ли еще осадки. Как вам атмосфера вот такая российская, футбольная, и общее впечатление от команды? Я доволен своим приездом в Россию, счастлив быть в Краснодаре. Насчет погодных условий, я думаю, они на меня не повлияют, потому что мы все будем играть в одних и тех же погодных условиях. Я настроен на позитивный результат, как думает и вся наша команда. И нам очень помогают и люди, которые работают в команде, и люди, которые вне команды, и вообще общее настроение очень позитивное. Вы в качестве главного тренера провели первые сборы с этой командой. А теперь как-то изменится концепция игры Краснодара, или будете придерживаться уже рабочих установленных рамок? Мы стремимся к тому, чтобы команда хорошо делала все компоненты игры. То есть и позиционная атака, и быстрая атака должна у нас быть, и над чем мы, в общем-то, работали. Потому что большое количество игр в чемпионате России мы играем в позиционной атаке. Там задача не пропустить быстрой ответной атаки, да, когда играем с равными командами по классу, что завтра. Надеемся, что так и есть, что мы равны по классу. То игра более открытая становится, и мы должны уметь использовать быстро атаки. То есть, ну, а наш стиль – это короткие и средние передачи. Когда нам соперник позволяет это делать, мы в этот футбол играем, мы пытаемся создавать моменты, забивать голы. Но не всегда игры складываются таким образом, поэтому должны уметь мы делать все, к чему мы и стремимся. – Игорь Михайлович, вопрос по новичкам. Расскажите, пожалуйста, почему конкретно эти исполнители были приобретены? Если можно, пару слов о каждом. И стоит ли лично перед вами задача конкретная на оставшуюся часть сезона? Спасибо. – Ну, задача, банальные слова, задача у нас одна – это играть каждую игру хорошо и выигрывать. По новичкам мы всеми удовлетворены. Мы отдали троих футболистов в этот период. Троих взяли, в принципе, по позициям, кого мы отдали. Почти туда же мы взяли игроков. Но индивидуально не буду говорить. Вот всеми доволен, всем довольны, всеми мы довольны. И тренерский штаб, и руководство. А дальше, пока на этот период, дальше начнутся официальные игры, где мы поймем, насколько игроки вписались, насколько они будут помогать команде решать вот эти задачи в каждой игре. – Противоречивая информация об Ари звучит в СМИ. Какая картина сегодня? То есть он выставлен на трансфер, или вы не планируете его продавать, отдавать в аренду? Какая ситуация? И готовится ли он к этому матчу? – Нет, к этому матчу он не готовится. Но ситуация такая, что ищут варианты. Насколько я знаю, его агент. Дальше посмотрим. Если варианты будут, клубы договорятся, он, скорее всего, уедет. Если нет, то будет членом нашей команды, будет продолжать тренироваться, готовиться к играм. – Есть такой футбольный стереотип, что в двухматчных противостояниях проще второй матч играть дома. Вы дома начинаете. Согласны ли вы с этим? И завтра лично для вас, что будет важнее, забить или не пропустить? – Сложно сказать, что лучше играть первый матч на выезде или дома, в зависимости от того, как сложится первая игра. Важно будет завтра не пропустить, это точно. Но мы всегда стремимся играть в атаку и забить. Но от нас многое, конечно, будет зависеть завтра, но еще будет зависеть многое от соперника, насколько он нам позволит играть в наш футбол, атаковать, создавать моменты. И так же мы, насколько мы им позволим что-то сделать. Поэтому счет всегда важно в первой игре дома не пропустить. По возможности будем стараться, конечно, забить, но пропущенный гол на своем поле, он так обычно осложняет задачу на второй матч. Но если ты не выигрываешь 5-1. Игорь Михайлович, скажите, у Фенербакчи было почти 3 месяца на подготовку. То, что вы будете играть в короткий и средний пас и будете атаковать в первом матче, было понятно. То, что они будут пытаться противодействовать, тоже было ясно. И достаточно долго готовились к этому. Вдобавок, сейчас погода вмешалась, поле может немножко пострадать. Есть ли у вас какой-то план Б, если позиционная атака, грубо говоря, не сработает? Если позиционная атака не срабатывает, но я не думаю, что завтра будет такая игра, что мы будем играть в позиционную атаку. Я думаю, что мы будем играть в позиционную оборону и будут у нас возможности уходить в контратаку. И такой игры не будет. Если это может сложиться, мы будем проигрывать и они займут такую позиционную оборону, скажем так. Все равно мы будем стараться играть в этот футбол. Все равно будем стараться играть низом, как и несколько игр у нас было в чемпионате, когда мы выигрывали матчи в концовке, не отходя от своего стиля. Приходилось ли вам встречаться в вашу бытность в работе в РФС с диком адвокатом? Если да, то какие впечатления, воспоминания об этом масти коллеге вашим сегодняшним? Когда я работал в РФС, он тренировал сборную, там несколько раз приезжали на сборы, общались, но отношения уважительные к нему, ну больше ничего не могу сказать. Хороший специалист, все понятно, уважение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...